Градус напряженности в германо-турецких отношениях не снизился, несмотря на встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в Берлине. Гневная риторика звучит из Анкары, возмущенной запретом проводить в Германии кампанию в поддержку референдума, который пройдет в Турции 16 апреля. Президент Раджеп Тейпер Даган назвал запрет проявлением нацизма и теперь призывает турецкие общины Европы противопоставить этому активное участие в плебисците. «Ваши голоса станут лучшим ответом не только западным странам, но и всему миру. И коль будет на то воля Аллаха, 16 апреля все мои сограждане, живущие на Западе и в других уголках мира, будут праздновать», — сказал Эрдоган. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встречу со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу старался сгладить острые углы и говорил о дружбе и союзничестве на протяжении долгих лет, связывавших их страны. Но не обошел стороной и заявление Эрдогана. «Я дал понять, что сравнение между сегодняшней Германией и нацистской Германией недопустимо, равно как и нападки на демократию и наши законы», — сказал Габриэль. На референдум в Турции вынесен вопрос о реформе Конституции, призванной значительно расширить полномочия Эрдогана. Между тем, его жесткую расправу с оппозицией после попытки переворота осуждают многие немецкие политики. Отношения между Анкарой и Брюсселем еще больше обострились в связи с арестом в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Субтитры создавал DimaTorzok